Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале Маленький Гараж. И сегодня хочу сделать небольшой обзор вот такой модели, которую вы видите у меня на столе. Это модель совершенно не по теме моего канала, это не автомобиль и не мотоцикл, но тем не менее у меня в коллекции есть несколько моделей, которые интересны лично мне, при том, что они совершенно не относятся, скажем так, к моей тематике в моделизме. И в данном случае это вот такой летающий робот-охотник на людей из фильма Терминатор 2, я думаю всем известный фильм, такой Human Killer Machine. Модель от компании Pegasus Hobbys в 32 масштабе. На бокс-арте вы видите вот такую вот замечательную красивую картинку с демонстрацией того, как эта штука должна выглядеть. На торцах, значит, с одной стороны точно такая же картинка в меньшем масштабе, с другой стороны точно такая же картинка. С длинного торца модель собранная и в том виде, в котором она должна выглядеть по мнению разработчиков. И с этой стороны схематичное изображение модели и коротенькое описание. Коробка, вы видите, немножко помята. Модель прождала меня у одного человека, у которого я долго выпрашивал ее купить. Около пяти лет, по-моему. Вот. И наконец-то эта модель у меня. И я надеюсь, я ее последний владелец. Я ее соберу и будет все замечательно. Давайте откроем эту коробочку и посмотрим, что же у нас там скрывается внутри. Честно говоря, я уже видел, что там скрывается, но вам я с удовольствием покажу. Коробка вот такой с верхней крышкой. И здесь у нас несколько пакетиков не самого лучшего, на самом деле, качества. Я вот могу показать покрупнее. Вот такие вот слегка пожеванные, можно сказать, пакетики. Все детали в основном в одном пакете на нескольких плитниках, что не очень хорошо, но, тем не менее, вот уж так есть. Причем модель, на самом деле, не особенно старая. Если я не ошибаюсь, она выпущена, да, в 2013 году. То есть, модели всего пять лет, тем не менее, вот такой вот ужас мы здесь можем наблюдать. Инструкция. Коробку мы пока отложим в сторону. Начнем, пожалуй, с подставки. Вот подставка здесь совершенно замечательная. Она хоть немножко и замылена в плане проработки деталей, но, тем не менее, сама детализация, она очень классная. Сейчас покажу покрупнее. Вот такая вот подставочка. Здесь и черепа присутствует, тоже немножко замыленный, но, тем не менее. И какой-то такой слой грунта в перемешку со строительным мусором, кабели, балки и так далее. В общем, подставочка замечательная, но я не знаю, буду ли я ее использовать или не буду, вот я посмотрю. Маленький литничок, совсем маленький, с прозрачными деталями. Сейчас я его тоже покажу. Здесь их совсем немного, всего получается шесть штук и прозрачность их тоже на самом деле оставляет желать лучшего. Я сейчас покажу покрупнее. Они немножко мутные, возможно, это так и должно быть, но я в этом не уверен. Скорее всего, это просто дефекты литья. Так, и откроем самый большой пакет с деталями. Детали некоторые осыпались с литников. Все-таки за окном у нас сейчас осень, поэтому опадают листья, опадают детали, что немножечко грустно. И листья, и детали. Но, тем не менее, никак мы этого изменить не сможем. Итак, что мы тут видим? Основные детали, это, ну, можно сказать, корпус этого робота, этого летающего полусамолета, дан двумя деталями. Он, похоже, никак на литниках не крепился, а нет, он крепился на литниках. Вот здесь вы можете посмотреть места крепления. Он, видимо, отломился с литников. Может быть, его пенал какой-то злобный курьер, или там на почте его пенали. Но, тем не менее, вот такие здесь места не очень аккуратные есть. Вот здесь вот вообще поврежден сам пластик корпуса, и придется здесь шпаклевать это 100%. Детализация в целом очень неплохая. Тут видны какие-то элементы, видимо, технические, какие-то накладки, возможно, лючки небольшие и так далее. Вот. Но качество, конечно, не сильно радует. Расшивка совсем тоненькая и неглубокая, ее обязательно нужно будет углублять и расширять. И, опять-таки, вот эти места обломов, они не доставляют, конечно, положительных эмоций. Плюс из-за того, что все это находилось в одном пакете, друг с другом как-то контактировало и так далее, здесь на корпусе можно видеть такие вот явно различимые царапины. Конечно, в этом ничего страшного. Это все будет шлифоваться, грунтоваться, краситься и так далее. Но, тем не менее, вот такие вещи находить не очень приятно в моделях, которые так долго хотел. Ну, опять-таки, что есть, то есть. Это, видимо, части крыльев или, может быть, хвоста. А, это хвост на такие вот длинные хвосты в разные стороны. Также тоже литничок с элементами корпуса. Очень мне не нравятся вот эти вот царапины. Здесь можно видеть прям такие явные царапины. Не знаю пока, как их шлифовать. Это в таком очень труднодоступном месте находится. Поэтому тоже не очень радует такое качество литья. В целом, пластик вроде неплохой. Облоя нету. Утяжен, как таковых, тоже нету. Стыки пресс-форм, конечно, присутствуют, но в минимальных количествах. Но, тем не менее, вот такие вот какие-то царапины или вряд ли это элемент, скажем так, преднамеренный элемент дизайна этого робота. Так что эти царапины придется как-то вышлифовывать. Двигатели. Литник с элементами двигателей. Вот один литник и второй литник. Они, похоже, абсолютно одинаковые, поскольку двигателей у этого робота-самолета два. Соответственно, два литника. Вот, я покажу покрупнее. Здесь я каких-то явных таких недоработок, недочетов не вижу. Радует, опять-таки, повторюсь, отсутствие облоя, утяжен и прочего всего такого. Но вот какие-то царапины, возникшие и при производстве определенно, и в процессе транспортировки этого набора царапины, они, в общем, немножечко меня расстраивают. Ну, ничего страшного, будем с ними бороться. Еще одна деталь хвоста, которая отвалилась от литника, вот такая она, двойная. Покажу ее тоже покрупнее. Вот она, такая деталь. Расшивка здесь очень, такая, достаточно сложная. Придется ее аккуратненько везде прорезать. Ну, ничего страшного. И последний литник с различными тоже деталями. Здесь я вижу пушка, носовая, насколько я помню, это пушка. Какие-то еще детали, в общем, много разных мелких деталей, вот на таком литничке. Все то же самое, качество литья, в принципе, неплохое, но, опять-таки, вот эти мелкие недочеты, они везде присутствуют. Какие-то царапки непонятные, которые придется вышлифовывать. Ну, опять-таки, повторюсь, ничего страшного в этом нету. Нужно будет приложить руки, и все будет хорошо. И вот такая горстка здесь осыпавшихся осенних деталей, видимо, которые тоже, главное, не потерять. Я их потом обязательно слажу в пакетик, и все будет хорошо. И последнее, что я хочу показать, это инструкция. Инструкция здесь очень простая. Ну, и сама модель, в принципе, не сложная. Собирается она, видимо, очень легко, но я определенно буду использовать там подсветку, потому что такой робот без подсветки, мне даже в голову не придется ее не использовать. Поэтому, ну, придется в каких-то местах повозиться с ней. Инструкция очень простая, буквально там по одному элементу на страницу. Она вот такая вот сделана гармошкой. Очень простая инструкция. И я здесь не вижу, не вижу обозначений цветов, которыми нужно красить. То есть, тут есть, а, вот, схема раскраски дана не для каждой детали отдельной. Здесь схема раскраски дана общая на весь этот самолет, робот, на всю модель. То есть, указаны номера цветов и такими вот линиями обозначены, где эти цвета применять. В основном, я смотрю, здесь используется хром, или вот в данном случае хромированное серебро. Ну, посмотрим. Я обычно к покраске отношусь, к схеме покраски данной в инструкции я отношусь постольку-поскольку. И крашу обычно в те цвета, в которые сам вижу эту модель. Что ж, вот такой коротенький получился обзор. Да, и модель, в общем-то, небольшая. Ничего больше о ней сказать особо и не могу. Поэтому ждите сборки. Я точно не знаю, когда я смогу собрать эту модель. Скорее всего, это будет не скоро, потому что покупка этой модели тянет за собой, ну, по крайней мере, для меня покупку остальных моделей этой серии. Там есть еще танк, робот-танк, тоже всем, наверное, известный по фильму, такой большой, гусеничный. И набор терминаторов из пяти штук. Тоже очень классная модель. Но их в России, по крайней мере, я не нашел. И придется их заказывать откуда-то из-за рубежа. Когда они придут, и когда я их куплю, и когда у меня дойдут до них руки, я точно не знаю. Поэтому обзор я сделал сейчас. А сборка будет, видимо, сильно позже. Но она точно будет. И я обязательно ее выложу на свой канал, чтобы вы посмотрели, если вам, конечно, это будет интересно. Что ж, на этом я, пожалуй, закончу этот обзор. Если у вас есть вопросы, я надеюсь, они будут, потому что модель интересная и достаточно редкая у нас в России. Да и вообще, не очень много я видел таких моделей. Поэтому, если вопросы у вас будут, обязательно задавайте их в комментариях. Я на них на все отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вся вот эта ютубная каникель. Так что, и увидимся в следующих видео, которые выйдут очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok